О жизни этого человека мы практически ничего не знаем. Мы знаем, что он попал в плохую компанию. Мы знаем, что его друзья что-то натворили. Мы знаем, что он участвовал в каком-то преступлении. Но мы точно даже не знаем, в каком преступлении. Мы не знаем, сколько ему было лет. Но мы знаем, что преступление было достаточно серьезным. Так что римская власть решила его распять. То есть приговорила к смертной казни. Его и его друга. Их обоих приговорили к смерти. Римляне не всех распинали. Они распинали только бунтовщиков. Они беглых рабов распинали. Они тех, кто какое-то возмущение в народе. Или за какое-то другое убийство. Грабеж с убийством. Мы не знаем, что произошло. Но он и его друга повели на распятие. Когда их распинали, чего они абсолютно не ожидали. Рядом третьего распинали Иисуса Христа. Три распятия. Друг его посмотрел на Христа. Он знал истории, слышал о нем даже. И он начал издеваться над ним. «Если ты Христос, спаси себя и нам помоги». Этот человек посмотрел на своего друга и говорит, «Слушай, мы скоро умрем. Мы осуждены справедливо. Мы преступление сделали. А он не сделал ничего плохого. Перестань глумиться над ним». И потом, что интересно, вися на кресте, если вы читаете о смерти на кресте, это ужасная смерть, это настолько болевая смерть. Он поворачивается к Христу и говорит, «Господи, вспомни обо мне, когда придешь в Твое царство». Он не знал, что, оказывается, Бог эту встречу приготовил для него лично. И не просто так он висел там. Бог ни на одну секунду не опоздал. И он услышал в ответ простые слова. «Ныне же будешь со мною в раю». Дорогие мои, если вы встретите распятого перед самой смертью, вы можете быть уверены, что Бог эту встречу с вами назначил. И это самая главная встреча, которая должна у вас произойти. Много неслучайных встреч. Но самая важная встреча, которую Бог давным-давно запланировал со всеми нами, это встреча с Его Сыном, который умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. Поэтому подумайте об этом, если вы с Ним еще не встретились. Распятый Христос не мертв, Он жив. Он Бог, воскресший из мертвых. И Он говорит к нашему сердцу, Он говорит к нашему духу, Он готов нас сегодня прощать, спасать и дает нам жизнь вечную. Если мы только захотим встречи с Ним, Он давно нас уже ищет. Потому что еще на земле, живя на земле, Иисус сказал, «Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие». То есть встретиться с человеком, который умирает в своих грехах, как этот разбойник. И когда Он встречается, Он делает всего лишь несколько вещей. Первое, Он прощает человеку грехи. И второе, Он дает ему жизнь вечную. Дорогие мои, поэтому Бог нас ждет, Бог посылает людей нам навстречу. И прежде всего, не для того, чтобы нам где-то лучше было что-то, чтобы нам лучше жизнь прожить. Нет. Он, может быть, наоборот, нас какую-то проблему позволит зайти, чтобы мы встретились с Ним. И все эти встречи с людьми для того и служат, чтобы рано или поздно нам встретиться с нашим Творцом. Верите вы в это или нет, но Бог вас, каждого, без исключения, ведет особым образом. И Он лично в каждом из вас заинтересован, чтобы вы встретились с Ним, полюбили Его и имели жизнь вечную.